Православные отмечают воскресение Христова, колокольный звон созывают прихожан в церкви, совершаются пасхальные литургии, тысячи людей приходят в храмы, чтобы услышать радостную весть. Любовь к Богу, любовь к ближнему – это те ценности, которые заложены в духовном смысле торжества, продолжающегося на протяжении почти двух тысячелетий. Каждый год все большее количество людей приходит в храмы. Это значит, что все мы будем хранить христианские ценности, помнить свою историю. Этот великий день делает нас лучше. Он украшает нашу душу добрыми делами, милосердием, добротой. Господь ведет нас за собой, посылая нам не то и другое радости и горести, и мы должны быть терпеливы в том, чтобы нестить этот крест, с любовью относиться друг к другу, трудиться на благо нашего земного Отечества, поскольку мы здесь живем, и вместе с тем не забывать о том, что мы с вами граждане Отечества Небесного. Делать все здесь на земле для того, чтобы действительно наследовать Царство Божие. Я поздравляю всех вас с праздником. Милость Божия да будет вместе с вами. Аминь. Пасха, светлое Христово Воскресенье, центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. Ее ждут к ней готовиться. Торжественное трепетное ожидание для людей сочетается с особыми приготовлениями. Приготовлениями, которые очищают душу и сердце. С чистыми помыслами встречают православные Пасху Христову. Мне хотелось бы сегодня поздравить всех нас с большим праздником, с Христовым Воскресеньем. Делать все много праздников государственных, других, но праздник Великой Пасхи, конечно, является главным праздником православного Пасха и всего нашего белорусского народа. Я признателен Белорусской Православной Церкви, нашим епархиям о том, что они много делают по духовному воспитанию наших граждан, особенно подрастающего поколения. Создают условия для создания семей, для того, чтобы в семьях рождалось побольше детей и настраивают для того, чтобы эти семьи были крепкими. Спасибо большое за это, Владыка. Вы разносторонний человек, вы интересуетесь не только мирской жизнью, но и духовной жизнью в области, и стремитесь к тому, чтобы действительно люди жили и духовно беспечны, чтобы люди действительно стремились к совершенству, чтобы люди действительно стремились к тому, чтобы быть добрыми людьми. Поэтому мы вам за это благодарны. Участие руководителей области и города в праздничном воскресном богослужении уже стало традиционным. И это не просто дань традициям, это глубокая уверенность, что православная вера людей помогает делать мир лучше, а помыслы чище. По традиции губернатор края обменялся подарками с епископом Брестским и Ковринским Иоанном. Главное в празднике Пасхи – это радость. Духовное ликование. Поэтому впустите в свои сердца радость и любовь и встречайте ближних в Велик День восклицанием «Христос воскрес!», чтобы услышать в ответ «Воистину воскрес!».